Добрый день! Меня зовут Багдад Микитаевна Барамбаева. Я доцент кафедры НТМ. Буду читать лекции по структурным методам исследования неметаллических материалов. Сегодня у нас с вами вот эта первая лекция, и она посвящена, на мой взгляд, очень важному вопросу классификации современных методов исследования и средств методов исследования, свойств и структуры материалов. Ну, главная цель лекции – это научиться понимать и ориентироваться в методологии исследования, а именно в методах научного познания, в методах средствах, методах научного познания, для того, чтобы получить знания, которые вы могли бы использовать в дальнейшем в своей научной работе. Но прежде чем я вам расскажу все секреты или возможности структурных методов исследования неметаллических материалов, давайте обсудим некоторые моменты, которые являются принципиальными в этом вопросе. Вот, смотрите, методы исследования. Методы исследования. Вот что включает в себя понятие методы исследования? Методы. Вообще слово методы означает это систему позиций, принципов, скажем, систему, которые, при выполнении которых мы находим ответы на поставленные перед собой задачи. То есть это принципы, которые позволяют нам решить какие-то задачи в любой области нашей деятельности. Вот что такое методы исследования? Методы – это набор каких-то принципов, которые позволяют нам, раскрывают, дают возможность решить какие-то задачи. Дают возможность решить какие-то поставленные перед собой задачи. Вообще вот в структуре методов исследования есть три метода. Это общелогический метод исследования. Мы рассуждаем и с помощью логики находим какое-то решение на поставленный вопрос, на поставленную задачу. Теоретический метод исследования есть. И есть еще третий метод исследования – это эмпирический. Вот каждый из этих методов, каждый из этих методов имеет свой арсенал методов исследования. Ну, какой арсенал, скажем, ну, например, наблюдения, например, сопоставления, так, измерения, скажем, индукции, дедукции метода исследования, эксперимент метода исследования. И вот при исследовании, каким бы методом исследования вы ни занимались, или теоретический метод исследования использовали, или эмпирический метод исследования использовали, или логический, Очень часто вы привлекаете набор каких-то приборов, скажем, средства для того, чтобы получить какие-то результаты. Ну, например, используете твердомеры, используете, скажем, оптическую микроскопию, или, допустим, используете рентгеноструктурный фазовый анализ, скажем. Это все средства измерения, это все, скажем, средства, как вот сказать-то, это все средства методов исследования, средства методов исследования. То есть это не методы исследования, это средства методов исследования, я вот так акцентирую на этом. То есть, а понятие, скажем, методы исследования, это более широкое, более сложное понятие. И мы уже с вами сказали, что это три метода, основных три метода, которым пользуемся. Логические, теоретические и эмпирические. Другое дело, что они используют средства методов исследования, средства познания, к которым относятся те используемые нами приборы или инструменты. Ну, посмотрите, как написано. Методы исследования неметаллических материалов. Вот, когда мы с вами говорим о приборах, очень часто так пишут, что вот в такой-то, такой-то работе использовали оптическую микроскопию, методы оптической микроскопии, или там методы замеров твердости. И это слово, методы, которые здесь используются, оно не относится к методам исследования, оно относится к методам эксплуатации приборов. Скажем, если вы хотите использовать электронный микроскоп в научной своей работе для изучения изменений микроструктуры при каком-то внешнем воздействии, вы должны знать, знать систему принципов, как включается микроскоп, как настраивается микроскоп. И речь идет о методах, методах, именно технической настройке этих приборов, не о методах исследования. Вам понятно, это маленькая разница между методами, как мы говорим, исследования и методами средств измерения. Когда мы говорим о методах средств измерения, мы говорим о методике использования этих приборов. А когда мы говорим о методах исследования, то мы говорим именно об этих трех методах, которые используют в научной работе. Это понятно? Ну, а теперь давайте перейдем к плану нашей лекции. Ну, а теперь давайте познакомимся с планом лекции. В модной части мы уже ознакомились, поговорили о модной части. А теперь наша задача это разобраться о связях между структурой, химическим составом и свойствами материалов. Об основных понятиях и характеристиках структуры поговорить, материалов. И выявить общую связь между качеством выпускаемой продукции, современными методами анализа материалов и современных методов научных исследований в материаловедении. Какая связь между качеством выпускаемой продукции, современными методами анализа материалов и современных методов научных исследований в материаловедении. Вот план нашей лекции. Все используемые материалы Человечество классифицируется Классифицирует по разным признакам Например, есть классификация Материалов по природе И вот посмотрите Перед вами образец такой классификации Мы делим материалы на металлы И сплавы на их основе Пластические массы Гелево, фарфор, стекло, резина, клея И так далее, и так далее Это по природе Есть классификация, допустим По назначению материалов Скажем, строительные материалы Или конструкционные материалы Машиностроительные материалы И так далее Есть много других классификаций Например, есть такая классификация По потребительским свойствам Такая интересная классификация Пока по потребительским свойствам материалы подразделяют экономичные материалы, экологичные материалы, безопасные и так далее. В вашей будущей практической деятельности, вы же будете когда-то работать, вы обязательно столкнетесь с какими-то материалами. И в вашей работе у вас обязательно будут стоять две главные задачи как специалистов. Первая задача это качество выпускаемой продукции, имеется ввиду какого-то материала. И вторая производство этого материала. Вот эти два фактора, которые стоят перед специалистами, они конкурирующие. Либо вы выпускаете хорошее качество продукции, но тогда вы можете потерять в удельной производительности ваших агрегатов. Или наоборот, если вы хотите больше выдавать материалы, вы можете потерять в качестве. То есть всегда существуют какие-то оптимы. Вот чтобы регулировать эти вопросы, вы всегда должны уметь определять свойства материалов и качество материалов. Есть, существуют такие понятия, понятия качества материалов, которые гостированы, то есть записаны в ГОСТах. Вот давайте посмотрим, какие это определения. Познакомимся с этим. Что должен узнать и понимать специалист. Вот перед вами два определения, ГОСТовских определения качества продукции и свойств продукции. Давайте внимательно прочитаем. Качество продукции это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Вот здесь посмотрите. Совокупность свойств. Что значит свойства? Давайте совокупность свойств. Свойства. Что ж такое свойства? По определению ГОСТа свойства. Свойства. Это объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, при создании продукции. Эксплуатации или потреблении этой продукции. То есть это те свойства, которые мы используем на каждом жизненном этапе этой продукции. Вот эти определения ГОСТированы. Но на самом-то деле, на самом-то деле, что же такое свойства? Как же попроще это понять? Давайте с вами посмотрим. Так, все-таки, что же такое свойства? Свойства материала это реакция на воздействие различного типа. Реакция эта может проявляться по-разному от того, какое воздействие мы оказываем на материал, от того, каким способом мы оказываем это воздействие. Ну, давайте для себя поясним, уточним это. Скажем так, вот вы давите на стол. Вы оказываете силовое воздействие на стол. Но сила действия равняется всегда силе противодействия. Стол вам отвечает этим, он сопротивляется. А мы говорим, что да, поверхность стола твердая, обладает твердостью. Вот так проявляется свойство. Ну, скажем, воздействия могут быть самые разнообразные. Вот был пример у нас силового воздействия. Может быть тепловое воздействие, может быть воздействие магнитных полей, скажем, или еще каких-то воздействий другого типа. И, соответственно, материал по-разному реагирует на эти воздействия. А реакцию мы записываем как свойство. Реакцию материала на воздействие различного типа мы записываем как свойство. Еще один пример такой, чтобы было понятно. Скажем так, вы берете образец и помещаете в магнитное поле. То есть вы оказываете воздействие магнитным полем. Материал сопротивляется магнитному полю, но все-таки он намагничивается. Вот намагниченность освещения – это будет свойство материалов. Свойство – это его будет реакция на воздействие магнитного поля. Теперь понятно это. Но пойдем дальше. Это такой известный факт, что между свойствами и структурой материала существует прямая связь. Если мы хотим изменить свойства материалов, мы должны обязательно сделать что-то, оказать какое-то воздействие и изменить структуру материалов. Если мы изменяем структуру материалов, то тогда обязательно изменятся свойства материалов. Вот самый обычный пример, который вы хорошо знаете. Скажем так, если взять какую-то сталь, какую-то сталь, для которой какой-то, скажем, у которой обладает каким-то химическим составом, вы можете эту сталь отжечь. Сталь изменит свои свойства? Конечно же изменит свои свойства. Она станет мягче, ее можно будет обрабатывать. Так кузнецы отжигают всегда свои заготовки, а потом начинают ковать что-то, какие-то изделия. А можно, можно эту же сталь закалить. Опять же из картинок нашего детства, картинки такие исторические изображает кузнец, берет свою заготовку и в воду сует раскаленную. Что он делает? Он закаляет. Закаляя, он меняет что? Свойства. Закаляя материал. И меняется при этом структура. Я часто задаю студентам вопрос и говорю, а есть ли связь между химическим составом и свойствами материалов? И очень дружненько, практически всегда студент отвечает, да, конечно же. Но если вы возьмете сталь какую-то, и ее что, скажем, отожжете, то вы получите новую структуру, получите новые свойства стали, а затем берете эту же сталь, допустим, и закаляете, опять получите новую структуру и новые свойства закаленной стали. Химический состав стали изменился? Нет. Когда вы говорите о разных сталях, о разных сталях, то у разных стали, конечно же, разные химические составы, и, соответственно, при изменении структур изменяются и получаются по абсолютным значениям разные свойства. А между свойствами и структурой есть связь, между свойствами и химическим составом связи нет. Ну, надо сказать, что, когда мы говорим о структуре, мы подразумеваем структуру разных уровней, разного уровня. У нас есть такое понятие, значит, макроструктуры, микроструктуры, тонкой структуры. Вот изменения в этих структурах, в этих структурах, оно совершенно разное. И вот свойства, которые мы хотим получить изменением структуры, воздействием структуры, оно тоже получается разным. Вот если мы хотим изменить механические свойства, мы воздействуем на микроструктуру. Что значит микроструктура? Ну это, скажем, тип решетки микроструктура, величина зерна, скажем, что еще в микроструктуру входит, общая поверхность гранит, зерен и так далее, и так далее. Вот когда мы хотим изменить механические свойства, мы воздействуем на микроструктуру. А когда мы хотим изменить, скажем, физические свойства, мы воздействуем на тонкую структуру. Вот к тонкой структуре относится что? Относится кристаллическая решетка и дефекты его строения. Скажем, электропроводность от этого зависит, зависит от этого много-много разных физических свойств. Ну, об общей классификации свойств материалов мы уже с вами говорили. Вот здесь вот приведена таблица или, скажем так, классификация материалов на свойства. Физические, механические бывают свойства, химические, интегральные свойства, потребительские свойства бывают. Но по большому счёту, по большому счёту, если рассуждать логически, все свойства материалов, они физические. Почему физические? Потому что все свойства зависят от физики, от природы материалов. От природы материалов. От природы материалов зависят, скажем, физические свойства? Зависят. От природы материалов зависят, механические свойства? Зависят. Химические свойства также зависят. Все свойства зависят от физики материалов, от природы материалов. А вот это разделение, которое здесь приведено, это чисто условное умозрительное наше заключение, чтобы вы тоже это понимали. Так мы договорились, так договорилось человечество, что вот эти свойства, скажем, химические, а вот это вот свойства физические, напротив же вот эти свойства механические. Это чисто условная такая вот классификация. Ну я думаю, что вы представляете, что макроструктура какая, что это такое макроструктура, чем макроструктура отличается от микроструктуры и тонкой структуры материалов. Макроструктура это та структура, которую материалов мы можем наблюдать, видеть, структуру строения материала, не вооружённым глазом, либо поглупые. В состав макроструктуры входят, допустим, макропоры, поры всевозможные, размеры зон структурных, неметаллические включения, можно посмотреть на макроструктуре. Всевозможные включения и так далее, и так далее. И, конечно же, макроструктура всегда ответственна за определенные какие-то свойства, скажем, за разрушение материалов, хрупкое или пластичное. Давайте почти что подведем итог. Вот все, скажем, методы исследований имеют огромное значение для теоретических и, скажем, эмпирических исследований. А работа всех средств познания или работа всех средств исследования, они основаны на двух постулатах. Так, какое бы средство измерения мы не взяли бы, изменения исследования, мы знаем, что работа этих средств, она основана на таких постулатах. Между структурой материала и его свойствами существует прямая связь. Ну и второй постулат – все свойства материалов, связанные с процессами, протекающими в структуре материалов при различных внешних воздействиях. Таким образом, методы анализа свойств материалов, оно изучается с помощью средств исследований, в основе которых лежат такие принципы. Скажем, есть дифракционные методы исследования, которые основаны на непосредственном наблюдении структуры материалов. Мы изучаем макроанализ, микроанализ, анализ тонкой структуры – это дифракционными методами. Структуру можно изучать, скажем, и связывать со свойствами материалов, и свойства материалов изучать, и связывать с изменениями структуры. Это целая группа средств исследования, которые работают на основе взаимосвязи между строениями и свойствами материалов. Это физические, это химические, это механические свойства. Ну, как правило, это группа свойств, которые, скажем, непосредственно требуются или определяют условия эксплуатации материалов. Вот среди косвенных методов есть ещё целый ряд методов, которые позволяют достаточно надёжно судить о превращении протекающих при обработке материалов по измерению физических свойств. Это термические методы, белотометрические методы, резистометрические, магниты. Вот, в общем-то, такой вот комплекс приборов, которые работают на таких принципах, на дифракционных методах анализа и косвенные методы анализа. И мы анализируем свойства материалов. Мы анализируем свойства материалов. Давайте подведём итоги нашей вводной лекции по классификации современных методов исследования или познания и средств методов исследования свойств и структуры материалов. Каким образом? Перед вами домашнее задание номер один. Я вообще настоятельно рекомендую своевременно выполнять все домашние задания, отвечать на тестовые вопросы, выполнять практические задания, не оставлять это на последующий период и не усложнять свою жизнь. Дело в том, что дистанционное обучение, оно требует очень много времени. Если вы что-то вовремя не сделаете, вы будете всё время отставать в познании. Так вот, задание номер один. Конкретно и кратко напишите ответы на вопросы. 1. Какие методы исследования, познания вы предполагаете использовать в вашей дипломной работе или использовали при выполнении научно-исследовательской работы или курсовой работы? 2. Какие приёмы из арсенала методов исследования вы предполагаете использовать в вашей дипломной работе или использовали при выполнении НИР или курсовых работ? 3. Какие средства исследования, познания вы предполагаете использовать в вашей работе или использовали при выполнении курсовых, либо научно-исследовательских работах? 3. Я желаю, чтобы дистанционное обучение приносило вам не только проблемы, как организовать процесс учебный, но и приносило радость. Крепкого вам здоровья! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok